А всем привет, здравствуйте, с вами снова я и мы на моем канале и в общем сегодня мы будем отбиваться от Хаммермена, а перед этим соберем в общем что-нибудь, что нам тут послал бог кусочек сундука. Итак, пацантра сидел и в общем сидел, ничего не подривещало беды и короче в общем я понял одно, ситуация такая, что меня смотрит та пацантра, которая нравится смотреть не только как солдатики бегают по карте, но и как чувак рассказывает всякие истории из жизни женщины, ну ладно, как лица, вот так. В общем пацантра слушайте, сегодня обязательно поделюсь с вами парой движух, в общем тема такая, что на меня напал Хаммермен и как всегда надо от него что делать, правильно отбиваться, надо вот выставить вот эту пукалку, потом загрузить короче базулечку, которую мы обычно грузим, да, Америке как бы этот открывать сейчас не буду, типа что-то сейчас новое, зачем что-то придумывать новое, когда есть все хорошо событие старое. Так, обновить что за, что за, нет, нам такого не надо счастья, все, вернемся обратно в игру, сорян, да, что вы, что происходит вообще, куда мы, зачем, надо все это позакрывать и все, вот теперь короче я с вами. Сорян за эту маленькую заминочку, значит поехали, для начала расскажу в общем свою ситуацию, в общем ситуация с батарейкой просто капсдоческая, это я не знаю, не пером, нет, надо сперва напасть, потому что 800 штук это банально мало. В общем ситуация с батарейкой такая, что да, я рассказываю, что ситуация гнусная, просто гнусная, потому что как деньги забрать, так их забирают тут же, а чтобы их вернуть за косячный товар, это я, ну не знаю, там надо переспать с половиной отдела этих продаж, чтобы мне вернули мои деньги за косячную батарейку. Вот, ситуация да более проста, значит попросил я вернуть мне деньжата, в общем мне сказали, брат не вопрос, но вот только как бы напиши кучу бумаг, написал я эту кучу бумаг и все было бы да неплохо, а только вот сказали мне, что подождите, надо еще короче кучу бумаг написать, чтобы мы короче вам ее отдали. Суть в общем такая, что у меня пачка бумаг, пачка, да высаживайся же ты, пачка в общем написанных бумаг, куча всего, а ВОЗ и ныне как говорится там, господа, ничего не происходит. По-моему что-то пошло не так, как сказал бы один мой знакомый, что-то определенно пошло не так. Сейчас немножечко не так надо сделать, я сейчас все переиграюсь немножечко, потому что да, в любом случае придется засыпать пылью, но засыпать пылью придется же не войска, да, а вот. Сейчас я вот 100% переигравший сыграю как-то получше. Да, можно уйти вот сюда, не обстреливая вот эту, а уничтожить только вот эти вот. И уйти вот на дальний кордон, а там уже с дальнего кордона что-то пытаться делать. Вот так, и ждем, смотрим, что у нас тут получится. И я думаю, что вот так. И в принципе должно двумя вот застрелами, нет, сильно я, сильно смазал, надо было чуть-чуть, чуть-чуть в другую сторонку это все делать. Оп, не успело свестись. Так, вот так бамс, вот так бамс. Все вот было неплохо, да только не совсем. Так, 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 и сразу, вот сейчас нам надо вот это вот все почистить, эти маленькие грязные штучки, и уходить. Все, уходим, уходим, валим, 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 господа, надо подстрелять и опять уходить вот на дальний кордон. Вы видите, да, что линия безопасности в принципе позволяет это сделать. Мы даже сможем вот пострелять немножечко по вот сюда и вот так вот бамс, и уходим. Здесь прикрываем пацанов, потому что они тупые, и уходим просто вот так вот прикрываясь дальше, просто уходим дальше потихонечку. Я только не пойму, а, это, короче, стреляют эти, ну, робототехника. В общем, как-то так, но танки должны, конечно, развернуться, потому что если они не развернутся, то ничего хорошего из этого не выйдет, а, соответственно, нас, короче, накрячут. Пока вроде бы все, вот, поворачивайтесь, поворачивайтесь, хлопцы. Мне надо еще каким-то макаром нашкрепсти, в общем, на одну залпуху и тогда уже делать движухи. А, ну, продолжая, возвращаясь к теме, скажем так, наших баранов. Ну, и, в общем, суть такая, что, что куча бумаги, пачка всего, авоз и ныне там. А, значит, еще сегодня была занимательнейшая история. В общем, одна моя знакомая приобрела, в общем, в одноименном магазине, который я бы не хотел рекламировать, но скажу так, что в этом магазине есть три буковки и есть такая сотовая связь. Все поняли, о каком магазине идет речь, но, в общем, есть он не очень хороший, в том плане, что она купила там телефон, вдумайтесь, на минуточку, это был мой фон 7, да, на 128 гигов, плюс, и отдала она за него всего ничего, 75 косарей. Да, да, всего лишь, и я вам скажу больше, чтобы подчеркнуть, что этот человек очень такой, ну, колоссальный, а она отдала еще полторашку за то, что ей настроили телефон. Хотите на минуточку узнать, что происходит за полторашку в настройках айфона 7? А его включили. Включили и вбили туда iCloud этой девочки. Все. А все. И при том учете замятия сисек, как она говорила, было настолько велико, что она около часа ждала пока девочка, девочка, которая работает 30 миллионов лет в МТС, они там обычно так работают, о боже, он сказал это, ну, все, теперь МТСшники меня засудят и все. Ну, да ладно, не суть важна. В общем, эта девочка сказала, что она не знает, как перенести фотографии с телефончиков в новый телефончик. И, в общем, суть была таковой, что жизнь боль, ребята. Все. Не покупайте айфоны. Не покупайте. Зло. Вот. И суть такая, что я ее кохал, да. Говорил, что ты, говорю, просто капец, что за тело. Говорю, как ты могла купить майфун за такие деньги и не знать, как им пользоваться. И, в общем, допек я ее до того, что я узнал, что другая моя знакомая купила точно такой же телефон в нашем ужаснейшем городке всего лишь за полтишок. То есть чувствуете разницу между 75 тысячами и полтишком. Вот. И она говорит это как так. А я сказал, ну, вот так. И, в общем, она не поверила и сказала быть. Да, и размазала бедного медика. Сейчас второго размажет. Не может быть такого, как так. Вообще, что за обман? Просто там что-то, наверное, не так. Он китайский, дагестанский. И, короче, вот все, что, короче, нехорошее, что может быть. Значит, после долгих разговоров с другой своей знакомой. Короче, нет, это не лучшая база для нападения. Просто не лучшая. Я прям, да, прям зря потерял двух медасов. Но не лучшая база. Надо либо пылью сыпать на себя, потому что тут, ну, жестко. Все, минами усеяно, танки это не то место. Вот. И, короче, она захотела поменять. Суть-то в чем? Это сейчас пойдет, между прочим, уже и позитивная информация, которая, в принципе, может когда-нибудь понадобиться. Короче, суть такая, что она захотела вернуть телефон магазину. Как вы знаете, магазин не очень хочет расставаться. Потому что за мойфон он по-любому отдал меньше, чем он его продает. То есть, по оптовой закупке он-то, наверное, отдал, не знаю, сколько. Ну, накрутку делает 100%, 100%. Как это было, не звучало, а ужасно. Да, господа. И ситуация таковая, да, что она вот желала его возвернуть. Типа, мол, блин, давай его вернем, короче. А, в общем, разницу получается, ну, как-то так фартануло, как бы вот все хорошо. Я говорю, ну, что ж, ну, давай заморочимся. Че нет-то, че не попробовать, правильно? Тем более опыт довольно интересный. И я, в общем, подписался под этот движничок. Мы, короче, почитали, как всегда, как самые образованные люди интернеты. И, значит, что там пишет юрист многоуважаемый. Все же, знаете, ссылаются, что, мол, это там сложно техническое изделие. И что менять его ни в коем разе нельзя. И т. 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 В общем, закон, короче, на стороне вот этих вот всех тварей, которые вас пытаются обмануть. Оу, достало, зараза. Я думал, не достанет. Оу, достало. Вот, ну, и суть такова, что, в общем, почитали мы интернеты. И интернеты говорят, что не является телефон высоко там этим вот сложным техническим изделием. А, в общем, там есть такая штучка, короче, в которой перечисляется все нумерация всех, в общем, устройств вообще, которые продаются вообще где бы то ни было. И есть у каждой стороны такая движуха. И там идет код и описание, что это, и т. д. все, пятое-десятое. Так, в общем, мобильная трубка является радиоприемопередающим устройством переносимым. То есть это так вот записано она вот в этом вот справочнике, в котором, ну, как в Росреестре, что ли. Ну, вы поняли, да? Имеется в виду, что у каждой хреновины есть какой-то свой там технический код. Вот этот технический код у телефона. Но телефоном он называется в обиходе. Таковым он не является. Значит, все это отлично прописано. И даже мы нашли, что это где-то было на сайте Ростеста. Но почему-то, видимо, под гнетом влиятельных продажников. То есть они, короче, убрали эту информацию. В общем, написали мы заявление. Ну, что из этого выйдет, непонятно, конечно. Ну, наверное, вряд ли магазин вернет. Вот, ссылаясь на то, что там, как бы, ну, фиолетово на проблемы индейцев. И, как бы, они шерифа не волнуют. Но, все-таки, там было написано довольно-таки грамотно. Была ссылка на разные статейки и т.д. и т.п. Ну, и что, в общем, как бы так аккуратненько пригрозили, что мы можем, так сказать, и в суд пойти. Вот, если вы такие твари. Ну, конечно же, никто никуда не пойдет. И, в общем, все. Вот. Вот такая вот записка какая-то тут лежит. Боже мой, бутылка. Нет, это не бутылка. Все больше. А раньше черепашка... Вот, черепашка и сейчас прячется. А звездочка должна шевелиться. Тын-дын-дын-дын-дын. А ракушка... А ракушка... Ракушка просто прыгается. Ну, в общем, как-то так. Все, стоим теперь насмерть. Я, конечно, зря затеял улучшение одной из пушек. Она вот тут... Конечно, сейчас бы... Было бы, ну, не кстати. Не кстати, в общем. Ну, да ладно. Так, погнали. Так что, господа, в принципе, пробуйте. Я вот не знаю, я вам расскажу, чем все закончилось. Ого! С первой атаки уже обстрел. Поэтому, да. Я вам все расскажу, как вообще все прошло. Какой был КПД у данного движника. И с кем пришлось переспать, чтобы это все получилось. То есть, ну, скажу так, что сотрудники магазина, скажем так, фиолетово отреагировали на то, что, как бы вот мы пришли. То есть, не было никакого ни сострадания, ни сожаления, ни было похер. Все. На этом история закончилась. А теперь, в общем, расскажу курьезную историю. Ну, первую стадию мы, конечно, легко прошли. Мы бы могли ее пройти на другой этой. Вот. Расскажу курьезную историю. Один мой курифан собрался, в общем, на смерть. Да, он подписался под такой движничок, как свадьба. Короче. Да, вы заметили, что уже на втором идут обстрелы. То есть, такого обычно не было. Что-то пошло не так. Ну, да ладно. В общем, подписался на такой движничок, как свадьба. То есть, там все предложуха и все дела. Ну, все как положено. Вот. Он давно, в общем, долго ходил среди всех, в общем, наших товарищей, коллег по службе. И всячески интересовался, кто там, как, в общем, мутил предложухи. Там он по центру все рассказывал, что там и то, и все, и пятое, и десятое. Вот. И, конечно же, спросил меня, то есть, как я это себе представляю. И я ему сказал, что, говорю, чувак, ну, как говорится, классика жанра, это, говорю, кафе, большой букет. То есть, там, ты прячешь букет куда-то, там, официанточки майкуешь, она кладет кольцов в шампанское, подносит. Вот. Тут, короче, подскакивает скрипач, которому ты заплатил, там, не знаю, 500 рублей за 3 минуты, тоже он поиграет. И, в общем, все так экшен, и другой чувак какой-то из наших снимает, и, в общем, вау, она текет, и как бы это все круто сделано, и ты просто потом... Она кричит, выкладывает это все в инстаграм, и рассказывает, боже, и все ее подруги кричат, господи, я хочу Максима, почему ты? Что делает он? Он делает презентацию в Пауэрпойнте о том, как они, как он ее сильно любит. Ну, то есть, вот эта вся сопливая музычка, там, мелькают в какие-то совместные снимки, и под эту всю движуху, короче, он там нежданчиком достает букет, и все. Романтика в трусах. И, в общем, знаете, и многие скажут, ну и ладно, это же его дело, его там свадьба, да ясно. На кой хрен было всех затрахивать своими тупыми вопросами, просто, вы понимаете, он месяц всех пытал, как, что. Я думал, он собирается сделать гибрид своих, своего предложения, какой-то из всех, знаете, неудачных моментов, и сделает такой бах, и все. Вау, боже, Макс, как ты это сделал, ты бог! Предложений нет. Ничего такого не было. Ничего. Блин, а обстрелы все чаще и чаще. Спасибо, еще шок не летит. Пока. Ну, в общем, вот такая была забавная история, и просто экшен. В общем, что делать с батарейкой, я не знаю, честно. Не знаю, потому что ряд вопросов возникает. Вот. Батарейка в этом магазине стоит 450 рублей, вместе с установкой 600. А, скажем так, батарейка в другом магазине стоит уже 700 рублей, плюс установка, и это уже 900. А мне вернут только 650, и то не факт. И возникает вопрос. Как быть-то? В общем, сейчас я отключился от зарядки, и думаю, может, там батарейка просто испугалась, не поняла, что она в новом телефоне, я не знаю. Короче, сейчас я попытаюсь его разрядить, да именно до той черты бедности, до которой он обычно разряжается. Если она будет себя вести так же, то есть вырубаться на 20%, то, конечно же, я, наверное, сделаю так, что заплачу эти вонючие 700 рублей, и куплю третью батарейку. И я просто буду королем АКБ. Ёптить. У меня будет дома лежать три батарейки с айфона 6. Я не знаю, что с ними буду делать. Буду собирать, наверное, их коллекцию. Типа разные китайские эти агрегаты. Смотрите все. В общем, все кричат, я посмотрел YouTube, просто весь исколесил, и все кричат, что, в общем, эти качели с быстроразрядкой связаны из-за того, что я пихал в iPhone всякие непонятные зарядки. Из серии зарядка на 2 ампера, зарядка на 1,5 ампера, зарядка из китайского магазина, зарядка от iPad, зарядка, не знаю, от Nokia с фонариком. Ну, суть такая, что, в общем, все говорят в один голос об этом. Вот. Как бы, с одной стороны, хитро товарищ Джобс придумал. Типа, вот, хочешь, короче, китайское, пользуй. Ну, хотя на тот момент, когда Джобс сделал, это, наверное, все было неактуально. Это товарищи китайцы уже там свою китайскую хитрость. Как всегда, впендюрили и получилось так, как получилось. А Джобс хитрый мудак. Просто хочешь iPhone, пожалуйста. Да только вот покупай все у нас в той дорого и радуйся жизни. Ракушку кто-то спер, зараза, и звездочка уплыла. Поэтому, пацан, дра, вот такая вот палка двух концов. Что делать, как быть? Хезе. Просто хезе. Ой, да там что-то страшное происходит. Мамма миа. Нет, отлично. Короче, значительная доля, в общем, пацанов померла еще на подходах. И была, в общем, задействована, скажем так, огнеметами и всем остальным. Боже мой, они все умирают. Главное, гринников. Вот сейчас поджарить всех гренадеров. О, да там здоровски получается-то, в принципе. Вот такие вот дела. Опять гренадеры, опять банда, короче, бородатых мордоворотов. Все что-то обстреливается. Все летит. И ты, бамбустер, ты тыс. Так, ты тыс, второй этап. Давайте, давайте, пацан, дра. Блин, опять. Это вот не есть. Хотя, наверное, есть хорошо. Главное, чтобы вот сейчас солдатиков быстро перелезли, пережгли. И не успели переключиться на нашу. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Придется, короче, сыпать. Сыпать соль на рану, потому что я чувствую, что то, что осталось, это очень много. Очень много осталось. И да, хотя у нас тут очень много, как бы, ну, пух. Дело в том, что они тратят свой ресурс на вот солдафонов. А солдафоны не стоят того, чтобы на них тратить свой ресурс. Но я надеюсь, что все-таки сейчас их покладут мины. Давай, давай. Минус одна есть. Пулемет сейчас пошел. Просто пошел пулемет. Не пошел пока пулемет. Теперь пошел пулемет. Кстати, чувствуете, да? Вот сейчас пулемет стоит против, значит, танка. А у нас есть шанс, между прочим. Может быть, знаете что, просто банально не хватить времени пацанам. Просто пушка достает, а пацаны не достают. И теперь осталось всего у них двое. И, как бы, ну, это будет долго. Я знаю, что им тупо не хватит времени. Они будут закидывать, короче, кидать. А может быть и хватит. Вот в мина уже попала одна. Сейчас им придется подойти ближе. И теперь один уже пацан закидывает. Но он такой, в общем, меткий, что, в общем, ему не хватило. А-а-а-а! Ублюдок! Выкуси-накуси! Ну, в общем, он не пал смертью храбрых. И у нас осталось последнее, в общем... О-о-о-о-о, да. Солдатики-то теперь небритые. И медики, Господи. Ну что ж, давайте посмотрим, куда они попрут А там уж будет видно Вот такие вот забавные истории Я просто сегодня травил Просто сборище историй Вот, между прочим, хитро, конечно, было сделано Давай, жарь огнемет, жарь Жарь его, жарь Жарь огнемет, зараза, жарь Просто не надо ни на что отвлекаться Жарь огневика Просто сейчас все должно лететь в огневика Почему в него все не летит? Все, пало смертью храбрых И вы понимаете, что теперь Нечему убить Вот эту всю огромную армию солдафонов Которая в 600 рыл Сейчас высадится Просто нечему Там же и медики Там же и его, вот, смотрите Просто это какой-то трандец Огнемет это был Все, что у нас было То есть теперь просто Это монотонное уничтожение Всего того, что Тут как бы, как бы может быть Есть у меня одна мысля Мыслишечка Оу Оу, это еще не все Я думал это все Нет, вот как выглядит армия Смотрите, там аж подлагивает Игра Просто Маленькая китайская страна На меня напала Просто Еще и с медиками Просто Там Просто их там Я не знаю Это как будто, знаете, как муравьи 285 я убил Из 600 То есть 400 Благополучно бороздили меня Так Значит, что нам нужно? А нам нужно все то, что хорошо убивает пехоту А пехоту у нас убивает Несколько вещей Это Я думаю, для первого этапа Чтобы их уничтожить Будет достаточно Так Эта штукенция бесполезная В войне против Ну, попробуем Что-то вот такое И вот сюда Сделаем Вот так Тогда он Ракетница захватит Немножечко больше И будем надеяться Что из этого выйдет какой-то толк Дубль 2 Защита То есть до этого все Довольно-таки легко проскочили Так Тут мы, да Поджариваем всех Тут нас Стан пошел И Давай Жарьте Все Жарьте 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 Парти Давай Шок Вот шок будет в тему Шок будет в тему Шок будет в тему Отлично Давай 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 Начиночка Поджарь Зараза Да Жарь же ж ты Надо Короче Да Походу Декидос Сделать Все Ну Огневик Как бы лег Но Большой ценой То есть Почти вся Огневая Мощь Наша Была Выжжена В первую В общем Компанию Ну да Побольше Конечно Мы ушатаем Чем ушатали В тот раз Но Я думаю Что Хотя Гляньте Как хорошо А Это только Первый Я думал Все на этом Ну все Да Вот это уже пошло То что Как бы Да Еще как бы Тут Шаканем Немножечко Тут какие-то Пулеметики Есть Что-то Короче Мы тут Разбрели Немножечко Да Больше их Подохнет Но Суть Не Не Изменят Я думаю Да Как таковой То есть Как 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 Всех Покладут Базу Ну теперь Может быть Там Не знаю Сотни Три Дошло Сейчас Посмотрим Сколько Дошло 500 Мы 538 Втащили А Из Скольки Еще раз Подождите На минуточку Так Из 672 Втащили Грубо говоря 500 Может быть Есть Еще Какая-то Давайте Какой-то Еще Вариант Придумаем Так У нас Здесь Прет Огневик И У нас Здесь Прет В общем Пехота Вот Если Можно Было Одну Минку Кинуть Давайте Попробуем А давайте Попробуем Одну Миночку Вот Сюда Бах Вот Все Неплохо Вот Надо Только Нам Персональную Шоковую Вышку Которая Будет Шокировать Прямо Туда Куда Надо В Одну Будку Скажем Так А Давайте Еще К шоковой Мини Но Вдруг Фортанет И Этот Ублюдок Прямо Наедет На То Что Надо Немножечко Надо Бы Отвлечь Конечно Же Всю Движуху От Непосредственно Главного Участника Виновника Торжества То Есть Пускай Часть Огня Пойдет Как Б Вот На Сюда Так Ракетница Ракетница В этой Близи Довольно Так Бесполезна Согласитесь Так Соответственно В эту точку Мы запихнем Вот сюда Ну и Как-то Вот Ну давайте Как-то Вроде бы Вот поближе Вот сюда Можно Вот сюда То есть Как только Все высаживается Мы тут Все долбим И пытаемся Изо всех сил Долбить Можно Я думаю Это поменять Местами Да Вот так Бах И сюда Теперь Кинуть Пулеметку То есть Это как-то Должно Помочь Я не знаю Как Но Должно Все Да Так Что еще Я думаю Вот это Сделать Вот так Вот Потому что В принципе Здесь наверное Будет это дело Полезнее Здесь сюда Помчит Этот пехота Помчит Изо всех сил Изо всех ног И мы Сделаем Вот так Чтобы она Тут Топанулась Наименее Наиболее Скажем так Эффективно Здесь Никаких Обстрелов Не будет Здесь будет Армия Пехотинцев Рядовых Райанов Которые будут Пытаться Изо всех сил Содрать С меня Кожу Так Так И Ну вроде бы Все Кто-то Вот атакует Кстати Ладно Потом Как бы Мы сейчас Воюем В столь Поздний час Мы Воюем Итак Защищаемся Попытка Просмотра Защиты Так Такая Раскладочка Еще не была Так Отлично Стопанулся Поворачиваем Огнем Поворачиваем Огнем Поворачиваем Что-то Не туда Все Давай Шоки Шок Нужен Где же Шок Вот он Шок Нам нужен Шок Господа Нужен Шок Но все Опять Не так То есть Сейчас Шок Дохнет Вместе С нашим Синим Пламенем А синее Пламя Нет Синее Пламя Пока Стоит Но Ему Недолго Осталось Потому Что Его Сейчас Но Оно Стоит Ребятушки Стоит А у кого-то Не стоит Так Пока Все Неплохо Синее Пламя Есть Если На него Пойдут То Как бы Коэффициент Полезного Действия Должен Быть Вот Видите Как Хорошо Мы Подожгли Просто Бандочку Просто Сравняли С землей Прячься Зачем Почему Ну В принципе В принципе Там Где-то Раз Два Три Восемь Коры Сколько Я не Помню Наверное Сотни Две Пацанов Если Как бы Больше Никаких Высадок Не Ожидается То В принципе В принципе Возможно Что мы Как бы И отобьемся Чисто Теоретически Потому Что Здесь У нас Есть Некий Оплот Ракетоносных Кораблей Которые Стоят И Пацаны Довольно Таки Дохлые То есть Медиков Там Нет Среди Них И Значит Обстрелы Они Не Очень Хорошо Выдержат Боже Это Победа Господа Я Не Хочу Забегать Вперед Но Это Очень На Нее Похоже То есть Ракет Ракетницы Добивают А Пацаны Гуляют Там Где-то В Умати И Пытаются По Одному Там Их Выхлестывают Выстегивают Выхватывают Я Очередной Раз Доказываю Что Не Сыпя Пыль Можно За счет Перестановки Базы В общем Победить Вражину Вот смотрите Когда он Подойдет Сюда Здесь Их Встретят Да Даже Может быть И не Встретят Даже Может быть Они Не дойдут До этого Славного Момента Потому Что Памс Нет Встретила Все-таки Их Пукалка И там Остался Один Солдатик Который Одну Минуту С лишним Будет Стрелять По Сейфовым Складам И Пытаться В общем Уничтожить И как Только Он Сейчас Подойдет Ближе Его Встретит Большая Пуха Но Он Не Сдается Нет Парень Выживет И Будет Рассказывать Что Смерть Шла За Ним Должно Было Быть Упакована Пацана Но Из-за Перестановки И без Пыли Пацанов Выжило В общем Значительно Меньше В принципе Считаю Значит Задача Сегодняшнего Дня Выполненной Соответственно Надо Сохранить Данную Расстановочку Сохраняем Ее Прямо Сюда Загрузить Нашу Которая У нас Как всегда Обычно Есть И Кидануть Вот сюда Не знаю Вот Еешечки На этом Как бы Все Можем Еще Погрузить Корыца И Обязательно Затачить В Опере Я попытаюсь Как бы Но Не знаю Не обещаю Какого-то Экшена Как бы Может Экшена То и не Быть Так У нас Значит Улучшился Парень До Уже Пятого Уровня И Надо 700 Штук Чтобы Ну да Я нормально Потратился На Скажем Так На Товарищи Хаммермани Ну Не знаю Как бы Вот Не особо Охота Потому что Это Видос Уже 30 минут А я Еще Буду Атаковать И поэтому В общем Посмотрим Может быть Кинем Камешков Так 107 Ну давайте Интересно ради Как всегда Начнем Самое большое Вдруг Вдруг я Сейчас героически Зайду И всех Победю Вот Все Неплохо Только Кириешки Как Лучше Пойти Конечно По Короткому Пути Было Бо Лучше Но Тут Больно Большая Встречная Атака Плюс Шоколка Стоит Вокруг Вокруг Менее Опасно Но Долго Я Точно Не Дойду Это Аж Какой Путь Надо Совершить Здесь Нести Кусочек Потом Здесь Пройти Сквозь Это Обстрелять И Пойти Можно Даже Потом Уйти И Уже Чисто Обстрелами Какими То Догоняться Но Не Факт Следующий Пункт Значит Здесь Уже Попытка Была Прохода Здесь Вот Есть Шоковая Вышка Которая Вот Непонятно И Здесь Есть Вот Такая Хреновинка Которая Жестко Мешает Под Огнеметами Ну Под Вопросом Можно Конечно Попробовать Пройтись 97 Погнали Дальше 97 Довольно Таки Жестко Расставлено Прям Жестко Но Я думаю Здесь Все Оборону Можно Обойти Вот Так Вот По Дальним Кордонам И Обстрелять Ну Туда Надо Шок Убрать И Убрать Вот Эти Вот Бухи Для Меня Убрать В принципе Как бы Ну Все Остальное Тут Не Особо То есть Будет Это Все Утюжить Но В Меньшей Мере 84 Так Ну Тут Как бы Я думаю Не Со Стороны Бум Пушек Надо Ити А Ити С Этой Стороны Вот Тут Как-то Все Калеча И Заворачивая Сюда Стоя Стоя Под Огнем Уже То есть Что-то Там Пырхаться Как-то Что-то Делать Вот Вот Тут Будут Обстреливать Целых Две Ракетульки Но Это Как бы Херня Херня 97 97 Сюда Все 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 Ну Давайте Вот Сюда Она Вроде Так Как Бы Вроде Бы Так Что-то Как То Но Вот Единственное Конечно Это Связка Из Трех Хреновин Так Мешает Вообще Просто Жестко Вы Не Представляете Как Она Жестко Мешает То У меня Не Получится Подойти А Обойти Тоже Не Получится Можно Только Попробовать Обойти Вот До Сюда А Потом Под Дымом Как-то Подкрасться Расстрелять Их Потом Расстрелять Вот Этих Жесть Ну Давайте Ладно Че Погнали В Принципе В Атаку В Атаку Так Я Взял С собой Короче Модмуазель Которая Перехватывает Пухище Потому Что Она Иногда Очень Здравые Вещи Делает Мне Очень Нравится Она Нехило Отвлекает Плюс Ко всему К тому же Она Ну Вы Поняли Да Делает Отвлекающий Момент Очень Хороший То Сейчас В принципе Должно Как бы Пацанов Нормально Подкопиться Ну Я Имею Ввиду Вот Робототехники Маленькой Но Она Сразу Ляжет Под Гнетом Вот Тех Орудий Я Не знаю Я что-то Не смотрел Можно Да Наверное Вот так Будет Нормально И мы Подзакинем И там Это Будет В принципе Безопасно Для Пацанов Но Тем Не Менее Вот Так Немножечко Принять Чтобы Да Не Рассыпались Они Там В Каких-то Чего-то Так Прям Хорошо Присандорило Ага Так Погнали Теперь В общем Фишечка В том Что Надо Как-то Проскочить Мимо Мимо Этих Пух Проскочить И Не попасть Вот Под те А мы Видим Что Есть В общем Здоровская Вероятность Попасть Оп Как-то Ну Как-то Так Выхватило Все-таки Так Вот Сюда Только Не Ее Да Потому Что Если Бы Выхватило Ну Вы Поняли Да Барышню То В принципе На этом Наверное Все Бы И Закончилось Блин Да Что Вы Делаете Мужчины Боже Что Вы Делаете Куда Вы Все Стреляете Куда Надо Мочить Бумпушку И Вот Немножечко Вот Сюда Принять Чтобы Чтобы Да У нас Есть Полторы Минутки Давайте Попробуем Захватить Кого-то Чтобы Чтобы Жизн Нам Медом Показалось Чуточек А уже Достает Да Достает Уже Так 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 Давай 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 Погнали 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 Мужчинки Погнали Еще разочек Оп Давай 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 Долби Долби Долбите Долбите Пацан Долбите Долбите ах, ах, повыхватывало там все на свете давай, давай в течение одной минуты мы сможем ну и вот сюда теперь перемещаемся и до нас 40 секунд конечно же осталось вряд ли мы конечно сможем задолбить ее, но это как бы вот я считаю неплохо мы прошли так, 34 секунды зафиксировали просто отстрел куда стреляем, туда и стреляем 10 секунд ну не 10 конечно ну я думаю смысла уже что-то пырхаться куда-то нету как таковой можно конечно попробовать но уже как таковой ракетки только покласть еще получится и вот так вот прям по факту долбануть ну расчистил как мог по центру просто как бы в принципе я думаю да следующему уже совсем легко в общем в принципе на этом все ставьте лайки если видос понравился если не понравился ставьте дизлайки также если видос понравился напишите что-нибудь если не понравился ну тоже можете написать обо ей никчемности я с радостью почитаю и просто буду плакать в подушку ночами всем спасибо всем пока с вами был я Василий Теркин не переключайте канал спасибо